Всем привет! Сегодня хотелось бы записать необычное видео, так как сегодня я не буду показывать именно обзор какой-либо программы, а сегодня хотела бы поговорить конкретно о Windows 8.1, профессионал, рассказать о его каких-то способностях, о том, что меня конкретно удивило. Ну, надеюсь, то, что вам понравится. В первую очередь, хотелось бы поделиться своими впечатлениями о том, вообще, почему я установила этот Windows. Раньше у меня стояла обычная Windows 7, универсальная, вот, пользовалась нормально, никаких сбоев не давала, но знакомый мне предложил поставить Windows 8.1. Ну, как-то, не знаю, я согласилась все-таки попробовать что-то новое, но прежде чем устанавливать 8.1, я спросила на него, практична ли она, потому что, насколько я знаю, многие друзья, знакомые, в прошлом году, когда покупали себе ноутбуки в каких-то больших электронных магазинах, там, где продается электронная техника, им устанавливали 8-ю Windows, просто 8-ю. И многие из-за этого, ну, они сказали, что это полное говно, то, что она для компьютера никак не годится, никак не подходит, то, что она больше всего подойдет для Windows фонов, или для планшетов каких-то, говорит, ну, никак не для компьютера, все были очень злые, перебивали ее потом, никто ей не пользовался. Не знаю, почему, я лично не пользовалась, не могу ничего сказать. Я боялась то, что Windows 8.1 будет такая же, но, к счастью, все не так, как кажется. Вот, я бы хотела с вами поделиться, в первую очередь, вот, установила я себе Windows, да, мои первые впечатления. Конечно, непривычно, вот, непривычно тем, что, например, когда ты подводишь сюда, вот, стрелочку, мышку вбок, здесь меню обычно высвечивается, не знаю, почему она мне не высвечивается сейчас, не знаю, почему не высвечивается, вот, здесь высвечивается меню, и когда ты просто случайно даже подведешь сюда мышку, ну, не знаю, может, из-за того, что запись идет, если даже случайно подведешь сюда мышку, то не высвечивается меню, вот, для меня, высвечивается меню, для меня это было очень дико странно первое время, вот, тоже, например, вот, такая кнопочка, как пуск, Все ее знают по тому, что открывается там небольшой участочек, там не на весь экран, там написаны программы, там, я не знаю, проводник, все, вот это мой компьютер, мои документы. А здесь совершенно не так, здесь открывается какое-то новое окно, там, где мы видим, там, например, какие-то там самые такие ходовые по ходу программы нашего компьютера. Потом видим рабочий стол, то есть, если вы находитесь в приложении и хотите нажать кнопку пуск, чтобы выйти из нее, там, попасть на рабочий стол, то тут, конечно, немножко, сначала вы будете удивлены, вот именно, ну, совершенно другому окну. Но не нужно теряться, я раньше делала, нажимала проводник, чтобы здесь открылась на рабочем столе, потом закрывала и делала, что мне нужно. Но сейчас я, наконец-то, до меня дошло, то, что просто нужно нажать рабочий стол. Вот. Что здесь еще, какие особенности? Особенности. Вот мы, например, выбираем, как посмотреть программы, список программ, которые у вас на компьютере. Нету здесь, например, программы и все программы. Здесь есть установленные, вот такая стрелочка, типа, установлены новые программы, там, ну, и вообще приложение написано. Вот. Смотрим здесь, тоже необычно, то, что там мы листали сверху вниз, здесь мы листаем слева направо, но что поделать? В принципе, здесь никакой такой загвоздки нету. В принципе, интересно, да, как бы сказать, по-новому такое, какое-то чувство. Вот. Дальше, что мы видим еще? Здесь можно, например, приложение сортировать по дате установки, по частоте использования и по категории, а еще по имени. Вот. Я для себя выбрала по дате установки, потому что мне неинтересно, например, если я закачала программу, которую я захочу удалить, которая мне не нравится, мне неинтересно потом ее по алфавиту искать, вспоминать же, как эта программа, ну, нехорошая для меня, где же она находится, как ее зовут. Вот. Я поставила по дате установки, скачала, не понравилось, ушла, все. Вот. Дальше. Что еще здесь такого особенного? Ну, там разные всякие, я не знаю, приложения, всякие такие, то, что, ну, в принципе, полезные, но я многими не пользовалась. Вот. Красивые значки такие, очень такие, ну, прикольно, конечно, разработано. Вот. Почта, погода, все, что хотите. Вот. Но меня, конечно, удивил очень сильно, вот я вернусь на рабочий стол, меня удивил, конечно, магазин. Ребята, это нечто. Я просто купила себе телефон, который, может, не, ну, чем тот, который у меня был до этого, из-за того, что я хочу играть в игры. Я часто езжу куда-то, там, в поезде, например, по несколько часов, там, в транспорте, и скучно от того, что ты сидишь и смотришь в окно. Хотелось бы бы что-то поиграть, все-таки, ну, как бы не говорили, что телефон существует для связи, и хотелось бы поиграть в игры, в магазин. Ну, конечно, многие смотрели именно обзор программ, но мне бы хотелось все-таки показать обзор игр. Мы смотрели категорию социальные сети, а я вам покажу категорию, ой, господи, игр. Я уже говорила и не раз, что вообще сам магазин мне очень напоминает, точнее, ну, мне кажется, на этой платформе его делали, на платформе плеймаркета, то есть по сходству с плеймаркетом сделали, опять-таки, топ платных, топ бесплатных, новинки, ну, вообще, и, вот, и то, что вот здесь вот, например, тоже, если это игры, то здесь есть подкатегории, то есть всякие, я не знаю, вон, аркады, головоломки, гонки для детей, казино, короче, очень много всего, и, я не знаю, здесь, например, очень интересно, можно скачать, там, игру и сидеть, играть, действительно, у нее бесплатно, есть, которые, есть пробные версии, есть полные версии, это смотря на какую вы уже попадете, вот, ну, конечно же, ну, просто нереально, я думала, что этот магазин, вот именно приложение, все, вот это все, 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 все устанавливается, например, скачивается на компьютер и устанавливается потом отдельно на телефон, то есть через USB или через Bluetooth или как-то там файлом по почте, нет, это устанавливается игра на компьютер, ребята, и вы сидите, играете в любимую игру, в которую вы, например, подсели на телефоне, вы играете еще и на компьютере, очень такая приятная мелочь, конечно, действительно, то, что можно сидеть и играть, ну, я не знаю, для меня это, конечно, вот в наше время, например, те, которые игры там привыкли, все, Counter-Strike какие-то, там, еще, я не знаю, мальчики, вот эти всякие ваши игры, там, футболы, метро, я не знаю, там, кризис, все, что угодно, ну, мне кажется, что девочки уже от них потихоньку отходят, именно от своих симсов, ну, и всего такого, и мне кажется, что поиграть пять минут в гонку, при этом не скачивая, там, например, как Need for Speed, там, не знаю, 10 гигабайт файл, а он у тебя не откроется, а он у тебя попросит сообщение, а он у тебя попросит денег, и тут это сидел, целый день скачивал на несчастные свои 4 мегабайта скорость, а в итоге оно не скачалось, вот такая печалька, вот, так что, здесь можно поиграть, отдохнуть, расслабиться, вот, еще что хотелось бы, мне хотелось бы и самой посмотреть, и вам как-то подсказать, вот, я не знаю, еда и питание, боже, тоже, очень много категорий, очень много всяких новинок, бесплатных, платных, вот, то есть, очень много всякого такого, вот, лучшие рецепты мира, боже, да я уже вот только за это полюбила этот магазин, за то, что рецепты нужно, можно здесь находить, не нужно там, я не знаю, искать их по всему интернету, вот, скачал приложение, заглянул в ноутбук, если у тебя нет интернета, не беда, то есть, ну, все можно посмотреть, вот, ну, как для меня, Windows 8.1, профессионал, нужно скачивать, наверное, даже, одну из причин, это будет колоссальная, огромная причина, просто неимоверная, это офигенный магазин, там, где вы можете скачать очень много полезной вам информации, бесплатно, и пользоваться ей с наслаждением, вот, так что, не переживайте, если вы там думаете, а вдруг вот у меня не пойдет какая-то программа, а я ей пользуюсь всегда на семерке, а мне нужна она здесь, Windows 8.1, это то же самое, что семерка, только с другим оформлением, и с просто замечательным магазином, вот, то есть, все программы, которыми я пользовалась на седьмом Windows, я могу пользоваться на восьмом, и скачивать как-то дополнительно, и опера здесь у меня не тормозит, и то у меня хорошо работает, и все у меня хорошо работает, и, в принципе, ни одной программы я еще не встречала, которая бы не установилась здесь, из-за того, что это Windows 8.1, ни одной, как я уже скачала порядка десяти программ, ой, теперь разрядился компьютер, скачала уже порядка десяти программ, именно те, которые мне нужны, ну, для повседневного использования, и нет ни одной, которая бы мне там не подошла бы в плане того, что она, ну, не идет на этом компьютере, все идет, все работает, все замечательно, так что устанавливайте, мое мнение таково, устанавливать это очень удобно и практично, вот, все, всем спасибо за просмотры, ставьте пальчик вверх, и не забывайте подписываться на наш канал, до свидания.